Остров Вайгач нуждается в особой защите. В первую очередь территорию нужно уберечь от браконьеров и неорганизованных туристов. Такой вывод сделали сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды в ходе рабочей поездки на заповедный остров. Подробности материал Алины Ваучейской. Омываемый водами Баренцева моря Варник – единственный населенный пункт на острове Вайгач. Здесь проживают чуть больше 40 человек. Из учреждений только фельдшерский акушерский пункт, магазин и дом культуры. Работы почти нет, поэтому выживают за счет собирательства дикоросов, ловли рыбы и сбора гагачьего пуха. Очень ценного сырья для производства теплой одежды. У меня своя община создана, территориально-соседская община. Сотрудничаю с компанией, которая занимается переработкой пуха. Когда птица сходит с гнезда уже, с пустых гнезд, собираем этот пух. Деятельность по сбору пуха не противозаконна. Единственный вопрос, который тревожит природозащитников – не вредит ли такой бизнес популяции краснокнижной птицы. Прояснить ситуацию предстоит ученым. В следующем сезоне они займутся изучением численности гаги и казарки. На Вайгаче вообще очень много животных, которые внесены в Красную книгу России. В первую очередь это, конечно, моржи, которые обитают в открытых водах Арктики. Причем клыкастые здоровяки предпочитают держаться ближе к берегу. Как раз на Вайгаче – одно из самых крупных в Баренцевом море – лежбищ Атлантического моржа. Поэтому неудивительно, что здесь процветает неорганизованный туризм. Группы привозят либо на кораблях, либо вертолетом. База необходима. Здесь нужен просто пост, чтобы он постоянно мониторил. Много судов заходит, много туристов приезжает сюда. Туристы эти не контролируются. В Наринмар они не заходят, отметок никаких не ставят. Лежбище моржи рядом, поэтому вся эта территория должна быть под контролем. В том, что на Вайгаче нужен пост с природозащитниками, уверен и староста поселка Варнак. Иногда местные жители попросту не могут справиться с охраной родного острова от незваных гостей. Да, здесь база нужна. Здесь хоть пост будет. Охранять будет территорию от браконьеров, туристов. Частыми гостями на Вайгаче бывают и белые мишки. Косолапые, кстати, внесены в Красную книгу России, поэтому появление на острове специалистов по охране животных поможет не только изучить их численность, но и избежать трагедий при встрече человека и медведя. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», остров Вайгач, Ненецкий автономный округ.